Ну что, будем воспитывать вкус к хорошему настоящему чаю Понятно, иногда хочется прям вот сделать раз-два-три И войти в какое-то приятное состояние При котором можно сказать, что действительно текущий момент Но в части, по крайней мере, вопросов я разбираюсь И могу уже каким-то образом отличить Что есть хорошо, что есть плохо Как-то повлиять на вкус, на цвет Купить то, что нравится А не то, чем можно было бы разочароваться, принеся домой И вот как бы к этому состоянию прийти Ну к этому состоянию прийти, нужно сначала выбрать хороший чай Но я начал, как обычно, с прогрева посуды Потому что без горячей посуды, горячей и влажной У нас хороший тонкий чай не заварится Всегда мы бежим от температурного шока возможного И прогрев посуды нам обеспечивает сохранение всех тонких качеств чая Затем мы знакомимся с нашим чаям Но в данном случае мы будем пить тайпин хоу куй Его по-разному называют головой острий Чай обезьяньего царя Острые кончики из тайпина Ну, в любом случае, он относится к чаям с длинными тонкими чаинками Я, кстати, тут заметил одну интересную деталь У нас хороший тайпин Я и раньше об этом подозревал А что у нас не очень? Есть такой красноватый оттенок в листе Вот это у них называется нить красного шелка То есть, когда такие тоненькие вкрапления красные есть в листе Уж не знаю, почему в тайпине это происходит Но это очень-очень ценится Затем мы знакомимся с ароматом чая Почему это важно? Вот мы сегодня говорили про пошаговую инструкцию То есть, важно понять класс нашего чая Есть показатели объективные, субъективные И есть общие для всех чаев Общие для всех чаев это глубина аромата Что это значит? Ну, вот мы начинаем вдыхать аромат сухого чая Через нос делаем вдох-выдох И с каждым новым вдохом-выдохом Аромат чая должен быть воспринят, наверное, как более-более глубокий То есть, в нем не поверхностное какое-то звучание Не поверхностная мелодия аромата, запаха А есть глубина И в этой глубине содержится, концентрируется сладость Если чай посредственный Как правило, либо никакого аромата нет Это либо чай старый, либо совсем некачественно сделанный Либо он как-то очень на поверхности То есть, ты носу подносишь, он пахнет Начинаешь его согревать своим дыханием И он исчез И он исчез Куда растворился, вообще непонятно А у хороших чаев еще эффект есть наполнение ароматом Особенно, если ты у луны Ну и в зеленых чаях Вот дышишь И кажется, что здесь вот В носу прям как бы остается аромат Мы его не заварили А уже как бы под влажность теплоты нашего дыхания Мы уже отчасти его пьем Как-то впитываем Чувствуем Вот таким образом отличается класс чая Ну и естественно, чай не должен иметь никаких посторонних примесей Чего-то в аромате, что китайцы называют технологической примеси Ну, например Ну, это все-таки нужно разбираться Ну, если чай прожаривают, он прожаренный Не должно быть вкуса горелого Ну, такой яркого вкуса Который как бы нам присутствует Ровный, приятный, глубокий Наполненный, живой Ну, стоит добавить, что со временем Когда уже будут чувства обостренены И, соответственно, будет понимание, ощущение чая Либо у вас изначально достаточно чувствительный организм То при согревании чая через нос Будет такое ощущение Как будто вы все глубже и глубже погружаетесь в его состояние Но об этом дольше говорить, чем понять То есть это на самом деле Ну, это время Но, тем не менее, к этому нужно прийти То есть это можно поставить как одну цель Вообще, очень рекомендуем сделать такую вещь Как поставить цель к тому, чтобы изучить вообще Как двигаться, как развивать свой вкус Потому что если просто пить чай и покупать его И никакой цели не ставить Ну, шансы дотичь крайне малы Как и вам практически в любой сфере жизни Ну, цель полагания здесь важна, конечно То есть нужно сравнивать Нужно узнавать новое Нужно открывать для себя какие-то новые грани Допустим, если зеленый чай Тайфенхауку Это зеленый листовой чай То желательно попробовать другие зеленые листовые чаи Если этот вкус нам показался интересным Ну, например, из классических сортов Это люань гуапень Тыканый семечный из люань Понять в чем их разница В чем общие между ними А то и несколько сортов Сразу попробовать С противоположно Различными свойствами зеленых чаев Тогда мы расширим свое понимание чая Вот у нас пушистый Тайфенхауку Но сейчас он спрячется внутрь Ну, красиво Вода попадет Красиво И мы помним, опять же, о том Что этот чай в Китае Многими специалистами, знатоками Считается эталоном В плане орхидеевости аромата Вот есть такой термин в Китае Аромат, как в орхидее Я думаю, наши зрители сейчас оценили То, о чем вы сказали Густой, цветочный аромат Здесь орхидея подразумевается Не какая-то конкретная Потому что все они пахнут по-своему А некоторые, как говорят, даже странно Я не орхидеевед Но говорят, что есть орхидеи, которые там пахнут мясом И не совсем свежим А чай, он имеет аромат весны А орхидея, она символизирует утонченность и весну Вот в тайпине этот аромат и вкус максимально проявлен Понятно Есть ли какое-то усредненное такое значение Которое говорит о том, что попробовав, условно говоря, 10 раз чай Когда мы только начинаем его пить Раз на десятый примерно Будет какое-то понимание того, что Этот чай, наверное, получше, этот похуже То есть есть какие-то критерии На которые человек сможет Опереться для того, чтобы наработать Ощущение вкуса Критерии Критерии В твоем вопросе Я, опять же, выделю два момента То есть тут есть момент, когда ты изучаешь один и тот же чай Вроде бы довольно неплохой, который ты выбрал Либо ты сравниваешь чьи различные С одинаковым названием И для одного и для другого требуется время То есть для того, чтобы понять разницу между чаем Допустим, классным Аутентичным Оригинальным Который сделан в том месте, где технология производства чьего зародилась И его фейком-подделкой Тут много внимания не нужно Тут даже внешнее сходство Внешнее, вернее, различие Они будут говорить о многом То есть визуально смотришь на чайный лист И сразу видна разница Это можно даже остановить на стадии покупки А если мы, допустим, выбираем Какой-то довольно неплохой, интересный чай Который соответствует классическим описаниям Который нас устроил по аромату сухого чая Который нас в этом плане порадовал Который имеет интересный цвет сухого листа Который свежий Ну, сейчас говорим о зеленом чае Потом, заваривая его не один раз Мы откроем для себя какие-то новые грани Каждый раз Этот процесс, он непрерывный То есть в нем остановки нет Сколько раз чай не заваривай Он все время немножко разный И в этом плане можно сказать Что чай, натуральная и естественность С природным ароматом Они никогда не приедаются Потому что каждый раз В каждом новом чаепитии Для нас чай открывается с какой-то новой стороны Это все-таки поглубже Я периодически сталкиваюсь с людьми Когда они только заходят Входят во вкус китайского чая И получается практически одна и та же картина Человек пробует Говорит, ну да, что-то в нем, конечно, получше Но, в принципе, примерно то же самое Что я видел, слышал, ощущал И, может быть, даже пил Да, и не сильно может отличить вообще И то, и то, но примерно одинаковое То есть вот вкус еще не взращен Еще не обучен И человек, для него нет разграничения Что вот здесь нотки Вот здесь оттенки Вот здесь сладость Вот здесь горечь Все примерно идентично Соответственно, надо употребить чай внутрь Нужно как бы его выпить Потому что на этом Если параллельно пить два чая Скажем так, классный Который полностью проявляет все качества и природы И очень плохой, который таким чаем не является Я думаю, что подавляющее большинство людей Эту разницу поймут А что очень важно, почувствуют Потому что, когда мы говорим, что мы понимаем разницу Мы идем как бы отсюда Кто-то идет от сердца, допустим Это более глубокое понимание А почувствую Это значит, что чай произведет внутри нас Такие определенные изменения Хорошие имеется в виду, качественные А не качественные, наоборот Может даже какие-то не очень хорошие На уровне физиологии Или там желудок подтянет Или какое-то дискомфортное ощущение Но обычно плохие чаи чувствуешь всегда желудком Если мы сейчас заварим зеленый чай Говорим о зеленом Вкусом реже Да, плохо прорабатывается хлорофилл В чайном листе То, что китайцы называют Льюи, вот эта зеленость, травянистость И в итоге Этот хлорофилл Он как стягивает стенки желудка А его нужно убрать Чтобы в чае проявилась цветочность Поэтому хорошие чаи Они никогда не бывают Ядовит зеленого цвета по настою И не воздействуют негативно на стенки желудка То есть они дают Либо нейтральное, либо довольно комфортное Мы сейчас говорим непосредственно о зеленых чаях Да, это о зеленых, о слабо ферментированных У луных У сильно ферментированных чаев Это связано у лунских со степенью прожарки Иногда, когда прожарка проводится грубо Тоже, когда ты пьешь Возникает такое вот Ну, неприятное, дискомфортное Ощущение, как бы слегка поташнивать от чая Конечно, хорошего чая такого не будет Если он заварен правильно То есть еще важная рекомендация Чтобы понять хороший чай Сразу изначально не стоит заваривать его крепко Даже нужно себя как-то внутренне, может быть, сдержать И это тоже показатель класса чая То есть вот мы взяли, допустим, чай очень высокий и простой Какой-то незамысловатый, грубый И высокого чая требуется совсем чуть-чуть Ну, то есть, если говорить о тех самых единицах веса Допустим, для того, чтобы попить хороший зеленый чай Классный, достаточно там двух-трех граммов заварки А если мы возьмем простой, то мы такого аромата Вкуса не получим и от пяти, от семи граммов его вообще не получим А получим, наоборот, усиление каких-то негативных проявлений Чайная природа, там горечь, травянистость А стоит ли все-таки так сделать, особенно в начальном этапе, когда мы не сильно разбираемся Мы можем отличить одно от другого Заварить хороший чай и заварить какой-то чай, там, низкосомтный Для того, чтобы вот сразу понять вот эту вот существенную разницу Да, то есть вы именно в сравнении Стоит вообще это делать? Или может быть, есть смысл прям заваривать и заваривать там хорошие чаи для того, чтобы наработать свой вкус? Лучше заваривать хорошие чаи, чтобы наработать свой вкус То есть вот не стоит Намеренно, если у тебя есть понимание, что тебе этот чай интересен Что тебе его интересно попробовать, ты его начинаешь пробовать Ты можешь развиваться только как бы вперед Смысла откатываться назад нету Но, опять же, повторюсь, есть некая определенная линейка Есть диапазон у чаек Как бы верхнего уровня у чая, так же как и нижнего, нету Плохим чаям есть куда проваливаться еще и еще дальше, увы, к сожалению А высоким чаям есть куда развиваться И когда мы, допустим, пробуем чай Мы понимаем его тонкость, изысканность И мы хотим, например, получить еще более сладкое ощущение Еще более цветочное Соответственно, мы утончаем свой вкус Воспитываем его и стремимся понять, получить, почувствовать, попробовать чай С еще более развитыми, благородными его качествами Давайте пойдем, попробуем дальше И поймем, а что в следующем этапе То есть на что еще стоит обращать внимание Для того, чтобы взращивать в куст То есть какие критерии мы должны уяснить На что обратить внимание Для того, чтобы поэтапно взращивать наш вкус И приходить к тому, чтобы осознавать все-таки Что мы покупаем чай и он хороший То есть давайте, вот мы здесь уже поговорили То есть мы взяли, смотрим, развиваем Смотрим, как он заваривается Какой он по вкусу А пришли в магазин То есть может быть у нас есть какое-то уже знание о том, как выбирать Может быть нету Мы пришли в магазин и нам нужно как-то определиться Что вероятнее всего этот чай будет хорошим Да, вот в магазине Мы, конечно, говорили об этом Но я думаю, что вот именно здесь Особенно с той заявленной темой Которую мы сегодня обозначили Это будет тоже ценно Что делаем мы в магазине? На что обращаем внимание? Вот подышать мы проговорили То есть берем чай, просматриваем, дышим Посмотрели на цвет А что, на какой цвет нужно посмотреть? Есть частные характеристики цвета и общие Вот сейчас, наверное, интереснее говорить об общих характеристиках Потому что частные характеристики у каждого чая свои Сложность выбора и развития в китайском чае заключается в том, что позитивные качества какого-то одного чая, визуальные, зрительные, могут не соответствовать качествам другого чая Потому что все чаи разные, не одинаковые У них разные визуальные впечатления происходят Но есть и общие моменты, на которые стоит обратить внимание Показатель цвета Глубина, активность, насыщенность То есть чай, если мы сейчас имеем в виду молодые чаи То есть те, которые не подвергаются какому-то длительному взаимодействию времени То есть не относятся к выдерживаемым сортам Они должны иметь живой, активный цвет, характерный для этого чая То есть не должен быть оттенок цвета тусклый Не должно быть ощущения, что чай бледный, невыразительный То есть яркий, живой, с цветом, характерным для этого чая Структура чайного листа тоже важна Бывает, что структура портится при приготовлении небрежным Бывает, что при небрежном хранении В любом случае китайский чай, за редким исключением Он должен быть очень целостным, красивым по внешнему виду Ну вот вчера мы столкнулись как раз с тем, что посмотрели лун Да, он достаточно хорошо скручен, хороший цвет И только на стадии, когда мы начали его согревать Начали осознавать, что что-то не то Потом еще и попробовали сухой лист Да, и посмотрели, что там не совсем корректно проработан И так далее То есть на уровне цвета оказывается и, соответственно, качество скрутки Особенно в улунах Наверное, от чая тоже это зависит Слабо ферментированных улунах Да Там достаточно сложно это оценить А по вкусу уже и по тому, как он начинает раскрываться при вашем дыхании Уже какие-то показатели начинают появляться Да, можно также чай, допустим, попытаться растереть между пальцами Попытаться его раскрошить То есть хороший качественный чай Он крошится на довольно крупной фракции Мы это показывали И он не оставляет пыли Если остается при вот таком движении, при раскрашивании Прям тончайшая пудра Пыль, вот как песок Это признак того, что чай либо пересушен в процессе обработки Либо старый Это довольно верный признак Опять же я говорю, что все это работает по теме молодых чаев То есть те, которые хранятся приблизительно год с момента сбора С того момента, как чай сделал Еще, если вы в магазине чай видите и обдумываете вероятность собственной покупки Одним из критериев является цена Опять же, цена, показатель не всегда абсолютный Но она является абсолютным показателем для того, что китайцы называют минча Вот опять же, на эту тему тоже часто дискутируют в чайном мире Есть ли настоящий чай Есть ли знаменитый чай Ну, как бы для меня ответ на этот вопрос очевиден Конечно, есть Если он был в китайской истории То он, собственно, сейчас сохранился Просто не всем, кто занимается чаем, существование знаменитых чаев выгодно Они, скажем так, ну, вот как бельмо в глазу, как говорят в народе Потому что есть некая вершина, до которой ты дотянуться не можешь Вот, найти не можешь такой чай И это кого-то радует Вот человека адекватного А человека, скажем так, который не стремится к собственному развитию Это разочаровывает Я в данном случае говорю про продавцов Про те, кто занимается чаем профессиональным Вот, и они, как бы, с охотой от этого отмахиваются Зачем нам тянуться к какой-то высоте, как бы, если нам и так хорошо в своем сегменте Может, по-своему, они и правы Может быть, это вектор, это стремление как-то их разрушить целую систему взгляда на мир Пусть будет так Вот, как говорит традиция, пусть там цветут сто цветов Вот, но возвращаясь, как бы, к теме цены Если это китайский знаменитый чай, например, с названием Дуньцин Белачу С названием, там, Мэйдзяу Лунзин, Шифэн Лунзин, там, Сиху Лунзин Есть определенный порядок цифр, которые, в принципе, невозможно Не могут фигурировать рядом с этим именем, в принципе Если вы видите, там, что цена за чай обозначается несколько, там, сот рублей за сто грамм Вот, и написано, что это Мэйдзяу Лунзин Калэс Драфон из оврага Мэйдзя Это знаменитый район, в котором чай отличается таким ярко-зеленым, красивым, очень цветом Лунзин В районе Ханчжоу Он даже с полей в эту цену не выходит Ну, да, как бы Даже в листе еще находясь на дороге Непоставимо, да, в принципе, если продавец, как это сказать, адекватный, честный Он этот чай может просто назвать Лунзин То есть в данном случае он называет его названием технологией Потому что Лунзин это имя чая Это указание, если оно есть на конкретный район, и это технология То есть плоский прожаренный чай с определенными движениями в котле Ну и даже, когда иногда говорят Лунзин просто Он иногда и просто Лунзину не соответствует Потому что сделан не по его технологии, то есть люди просто не владеют Либо не хотят эту технологию Либо лист не тот берут Куча факторов То есть если мы говорим об императорских, знаменитых, классных чаях Которые из определенного района В которых важен теруар В которых важны руки, умения, сезон сбора Там, увы, это объективная реальность Есть определенная пороговая величина цены Опять же, я не могу ее жестко обозначить Но это многие тысячи рублей за 100 грамм чая От этой цены как бы можно где-то примерно ориентироваться Другое дело, что у нас чудесная страна И в прямом, и в переносном смысле этого слова Она большая Иногда можно очень дорогой по цене чая увидеть Но который при этом совершенно не соответствует своему качеству Такой пафос человек, который его продает Либо ему действительно самому кажется, что это очень круто Ну, бывает такое, что либо заблуждение, либо действительно просто самому нравится Да, но в противолочную сторону обычно это невозможно Вот, это тоже критерий, некий ориентир Если вы пришли там за настоящим сикузским лунзином, например Потом, какой еще важный критерий Ну, как чай хранится Если, например, чай продают вместе с кофе, шоколадками В каком-то там большом торговом центре Где куча всяких движений и прочее Это, в принципе, даже не лучшее место для покупки чая По всех отношениям И вряд ли будет разбираться в нем достаточно Потому что, ну, как бы люди ходят тоже Каждый, кто-то сильно там парфюмом пользуется Кто-то не сильно Уборки, глажки, там, реактивы Все, что можно только там происходит А чай есть терпенные Такие особые пористые вещества, которые Абсорбируют аромат окружающей среды Если чай, допустим, хранится, как правило, в таких вот урнах По-другому их, наверное, не назовешь В больших банках И иногда еще в стеклянной посуде Свет тоже разрушающий на чай действует Он потенцирует, ускоряет процессы окислительные в листе Часто эти банки открываются Это, с одной стороны, вроде круто Ты пришел себе открыть большую банку Ты туда заглянул Но на 100, там, какое-нибудь первое заглядывание Уже ни аромата, ни вкуса в чаю в этом не будет И, может быть, он даже был неплох Но его не умеют хранить с ним Не умеют работать как с товаром Поэтому, когда вы покупаете чай Желательно, чтобы чайный лист Допустим, если это молодой чай Хранился в холодильнике Допустим, в режиме хранения овощей То есть, небольшой ноль плюс Некоторые продавцы тоже, я не знаю На какой-то радости большой В сильно минусовый холодильник засовывают Это тоже нонс В чай много влаги Какие чаи нужно именно в холодильнике хранить? Не все же? Давайте мы обозначим для наших зрителей Какие конкретно? Ну, в холодильнике нужно хранить те чаи Которые не приспособлены для взаимодействия со временем Которые не под выдержку И не относятся к категории На мой взгляд, это мое мнение Категории красных чаев Сильно ферментированных улулов В принципе, зеленых Не храним пуэры Лучше сказать, какие храним Это проще будет Храним зеленый, белый, желтый чай Слабо ферментированные Лунские сорта чаев Ну, опять же, есть небольшой сегмент белых чаев под выдержку Сама по себе тема довольно спорная Хотя Не признать этого мы не можем Что чай белый листовой Тоже важная поправка Может вступать в творческое взаимодействие со временем Но, тем не менее Все-таки, если мы ценим в белом чае Нежность, летучесть, тонкость, цветочность Вот то, о чем мы писали у себя в блоге Надеюсь, вы тоже об этом прочитали Вот эта вот мускатность Воздушность, раннюю весну Тоже стоит его хранить В таких условиях Он дольше это качество сохранит А больше, как говорится Если вдруг придет в голову идея его выдерживать То тогда уже можно его и не в формате холодильника держать Но, извиняюсь, когда перебиваю Для продавца это вопрос этики важной Потому что так чай хранится в Китае Так хранить его правильно Это уважение к чаю Уважение к своему покупателю К потребителю чая Опытным путем выражается И, в принципе, есть тоже несколько тут нюансов Допустим, относительно показа чая У продавца должен быть какой-то демонстрационный образец В небольшом объеме, в герметичной посуде Который бы он показывал Опять же, не из холодильника Потому что чай, который вы достали из холодильника Ему какое-то время нужно, чтобы он подышал Низкая температура, она немножко закрывает аромат чая Такой вопрос интересный Можно ли воспитать вкус Если человек периодически покупает чаи Примерно следующим образом Зашел в магазин Увидел какой-то сетевой маркет чая и кофе Или просто чая В котором большое большое количество И тут же говорит О, классно, хочу чай Пошел, купил И, соответственно, пришел домой И начал пользоваться Есть ли у него потенциал Реально к развитию своего вкуса Либо все-таки о том, чтобы купить чай И развивать свой вкус Нужно задуматься чуть-чуть заранее И купить там, где действительно Можно купить хорошего качества То есть, вот как взаимодействовать с человеком В этом формате То есть, он задался вопросом Хочу взрастить вкус к чаю Действительно, хочу в этом разбираться Хочу пить вкусный, хороший, полезный чай То есть, стоит ли заранее подумать о том Чтобы этот чай лежал дома Для того, чтобы в нужный момент воспользоваться Либо, в принципе, можно зайти в местный магазин Либо мы знаем, что в том магазине есть Или там в большом гипермаркете есть небольшой магазинчик чая И я в любой момент приду, куплю то, что мне понравится Ну, мы, скажем так, только что об этом поговорили На мой взгляд, высокий, тонкий, изысканный чай В массе своей и большой гипермаркет И такой тип предложения Оно, в принципе, не является совместимым То есть, взрастить сложновато, да? Взрастить, да, сложновато Потому что те параметры, о которых мы только что сказали Их там невозможно, многие из них соблюсти Поэтому, конечно, нужно выбирать те места Где к чаю, как к товару, относятся уважительно И вы сами должны немножечко мониторить Вы потребитель, вы должны мониторить рынок Смотреть реальность То есть, что вам предлагают Опять же, обращать внимание на цены Обращать внимание на информационные составляющие Обращать внимание, угощают чаем или нет Дают попробовать Если чай драгоценный За эту дегустацию берут деньги Это нормально Если фармак чайного клуба Человек еще оплачивает услугу по его завариванию Это тоже все нормально Но вы можете попробовать чай Оценить, вы можете поговорить с человеком Тет-а-тет, который вам чай заваривает И он вам расскажет свое видение Не чего-то там такое Купи-купи-купи А то, как он чувствует этот чай Как он его понимает И может быть, вы его тоже станете понимать лучше Вот это формат более интересный Относительно того Хранить чай дома Или ходить за ним в магазин Мне кажется, что если вы взяли Как бы чай хорошего качества В адекватном месте Вообще чай это такая реальность Которая неповторима Может быть, для многих из наших зрителей Это будет немножко такой информацией шоковой Но, увы, вот тот чай, который вы сейчас В данный момент покупаете Вот вы его увидите Вполне возможно, с вероятностью процентов 80 Никогда больше в жизни его не увидите Поэтому, если он вам очень понравился Нужно его брать сразу и побольше Насколько позволяет вам ваши возможности И некие перспективы вашего чаепития То есть, сколько вы его планируете пить Почему? Потому что чай собирается в течение какого-то периода времени Ну, например, чай, который мы пьем Собирается в течение пары-тройки недель Качественной Собирается в течение 300 килограмм Но в течение этого периода времени Проходит несколько сборов Потому что лиса растет быстро И каждый момент сбора этого чая Является абсолютно неповторимым То есть, он больше Чай, который вы в данный момент пьете Он никогда не повторится Поэтому, если вам очень нравится Может, он, кстати, будет когда-то и лучше Наверняка Когда-то и лучше Но не такой Вот эта неповторимость уникальности Китайский чай, с одной стороны, вызывает сожаление Порой А с другой стороны, по большому счету Это большая радость Потому что это свойство живого Быть в переменах Меняться Развиваться в природной среде Развиваться среди ему подобных Каких-то растений Впитывать в себя Труд человека Его внимание Силу этого места И отдавать нам Вот эти все качества В процессе заваривания Поэтому Чай нужно Если вам он очень понравился И есть возможность Покупать побольше Соответственно Хранить его уже потом дома Большую емкость чаем Отдельно от Небольшой емкости Вот, допустим, вы купили Ну, по нашим меркам По-российским много Там 250 грамм Или 500 грамм чая Довольно приличная такая Покупка для дорогого Чая Опять же, нужно понимать Что, условно говоря Если чай хранится полгода То примерно рассчитать Хотя бы сколько Вы его пьете И не покупать так Чтобы с запасом на 10 лет С запасом на 10 лет Точно не надо покупать Потому что чай Это реальность Если не выдержанный Которая существует год В лучшем случае С момента От урожая до урожая Следующего года Это уже чай Вот Можно Опять же Учитывать индивидуальные особенности Некоторых чаев Какие-то хранятся больше Какие-то меньше Вот Тайпин Хоукой, например Он не стойкий в хранении чая Слишком он Молот, зелен Эфемерен Вот В хорошем смысле слова То есть Слишком-слишком Он себе проявляет Вот это весеннее Тонкое, звонкое качество Да Которое весна Непродолжительный сезон И непродолжительное время Этот чай развивает Свои свойства Но Как бы Семь-восемь месяцев Он стабильно Если правильно Хранит Сохраняет А лунзин, например Он До года Хранится До урожая следующего года Этого же чая Даже в Китае Бывают беспрецедентные случаи Я с китайцами общался Кто любит Чай Драконов колодец Они говорят Что Если урожай приходит Неудачный Почти во всех чаях Новый я имею ввиду Почти во всех чаях Все равно пьют Этот новый урожай Потому что Свежесть Зеленого чая Это перестепенное Значение Перестепенное качество Но Если прошлогодний Лунзин Был самый классный Намного лучше этого Еще месяца 2-3 Пьют их наравне Как бы Новый И прошлого года То есть Настолько этот чай Если он правильно сделан Хорошо сохраняет И долго Свои свойства Но это исключение Всех зеленых Хорошо Тогда Вот такой момент Хотел бы поднять Мы Поговорили о том Что человек Может прийти В хорошую чайную Или в хороший магазин Изначально узнав Где он находится Посмотрев Те характеристики Цвета Фотографии чая Описание чая Соответственно Он выбирает Куда-то приезжает Может быть На дегустацию Либо просто пообщаться Если у человека Нет времени Да Он стремится К тому Чтобы взрастить Свой вкус Но времени На это нет То есть Он зашел Посмотрел В интернете Более-менее Понравился чай Что ему в таком случае Делать То есть На что стоит Обратить внимание У него нет времени Там Часами Или годами Изучать Какие-то критерии Оценки Параллельно Прочитать еще Кучу статей Относительно Конкретного чая То есть Вот Как ему взять И выбрать Какой-то чай Для того Чтобы В формате Интернет-магазина Однозначно Можно чай покупать При этом Ориентиром Должна быть Цена Вот Что должно быть Цена Естественно Если вы хотите Купить высокий чай Который сразу Начнет вам Доставлять Какие-то Позитивные Ощущения То есть Ниже определенной Цены опять же Не покупать Но не факт Что дорогая цена И покупать в формате Пробников Допустим Если Вам Как бы Торгующая организация Не предоставляет Возможности Купить Например Ну я считаю Там минимальное Количество чая Разумное Которое К продаже Представлен 10 грамм Если вам Не разрешают Купить 10 грамм Говорят Купите у нас Полкило Или все Что у нас есть А 10 грамм Не покупайте Это уже Нехороший Симптом То есть Человек продает Дорогой чай Но он при этом Чего-то боится Вот Боится Человек попробует Ему чай Допустим Не понравится А когда Продаешь Честный Классный Крутой Отличный Чай Бояться Тут Как бы Нечего Поэтому Можно взять Несколько Пробничков Так Вот Там По 10 грамм Разных чаев Иногда Этот пул Пробников Могут Сформировать По вашему Заказу Допустим Иногда Предустановленные Какие-то Есть пробники Вы Опять же Открывая Естественно Вы соотносите То Допустим Или взяли Один пробничек Сравнили Сотнесли С тем Что изображено На фотографии Должна быть Культура упаковки Опять же Про чай Хоть что-то Должно быть Естественно Написано Вот На упаковке Эта информация Должна соответствовать Той Которая Заявлена В лоте На сайте И Внутри Как бы Чай Должен быть Таким же То есть Он должен быть Написано Это название Да Ну название Моменты Что может Соотнести Да Соотнести Соотнести Пробный внешний вид Опять же Понять Насколько Внешний вид Соответствует Тому Что заявлено Ну опять же Как бы Если Вы Давайте так Вот Мы Увидели Какой-то магазин В принципе Он нам В целом В интернете Понравился Мы Отзваниваем Что нам нужно Сделать Пол пробников Купить Там На самом деле Может быть Там Сотня Сортов Да Какие Из пробников Мне купить Я не сильно Там разбираюсь Или даже Я что-то пил Ну что в этом магазине Интересное Только на цену Ориентируйся Ну возьмите Возьмите Или не умеют Работать С зеленым Чаем Допустим Я вот Недавно Не буду говорить Где Вот Увидел Один магазин Ну вот Там Отличная Коллекция Красных Чаев Я прямо Смотрю Там Девушка Мне показывает Один хороший Это Как в Сибири Не здесь Не центральный Один хороший Чай Красный Другой Хороший Третий Вот Думаю Ну блин То есть Отработали Ассортимент Красных Чаев Да Переходим К зеленым Абсолютный Провал То есть Не то Что даже Близко Не соответствует Чай Как В сетевом Какой нибудь Островке В торговом Центре Вот То есть Вообще Никакой Совершенно Это К этому Вот Это сложно Его сложно Хранить Его сложно Выбрать В Китае Предложение Большое Большой Внутренний Спрос Красный Чай Китайцы Начинают Пить Сейчас Меняется Немножечко Ситуация Не так Как Там 15-20 Лет Назад Когда Китайцы Почти Красный Чай Не пили Соответственно По красным Появляются Интересные Предложения Но По зеленым Чаям Они Нарасхват На Китайского Рынка Поэтому Людей Должно Быть Мастерство Кто Выбирает Чай Привозит Чтобы В них Был Хороший Зеленый Чай То есть Вы Посмотрели Ассортимент Интересный Ассортимент Опять же Меня Как правило Смущает Коллекция Которая Перенасыщенный Ассортимент Когда У человека 200-300 Сортов Чая С одной С другой С другой С другой С другой Невозможно Не представится Возможно Создать Однородную По качеству Коллекция С 200-300 Сортов Чая Это Технически Абсолютно Невозможно Обязательно Где-то Будут Провалы Когда Выбираешь Чай Тщательно В Китае Пороговые Величины Это Несколько Десятков Сортов Как правило Чай Если 200-300 В продаже Как правило Какой-то чай Все равно Залеживается Если Продается Как бы Адекватно Он либо Его дарит Либо Его выпивает Сам Либо Его как-то Совершенно Запредельно Уценивает Но Вероятность Что к вам Не попадет В руки Старый чай Когда В сортиментном Магазине Представлены Сотни сортов Увы Как бы Вероятность Большая Что что-то Такое Есть Среди Этого Что не Находит Спроса Причем Это Много Обычного Либо Изначально Как бы Не слишком Высокого Качества Потом Важны Текста Описания Оригинальность Этих Описаний Видно Подход Сколько Люди Эмоционально И познанием В своем Вкладывается Отсутствие Каких-то Фактических Ошибок Странностей Глупостей В текстах Это все Как бы С классным Соким чаем Мало Суместимо А глупости Они на поверхности Все мы знаем Что такое Копирайт Когда человек Пишет Ключевые слова Бессмысленные фразы Он соединяет их В предложение Они потом Выстреливают Выкладываются И смотришь Как бы То ли в каком-то Неадекватном состоянии Написано То ли писала Робот Машина Если такие описания Присутствуют То Покупать Я бы Например В таком месте Тоже не Под вопросом Ничего не стал бы Потому что Смысла нет Потом должно быть Наличие обратной связи Либо Какая-то онлайн поддержка Либо Я так понимаю Массер Да Либо возможность Позвонить И поговорить С каким-то человеком Проконсультироваться Это тоже очень важно И когда вы будете С человеком уже Общаться По поводу чая Я например Ну не знаю Может быть Просто Как говорится Чуток Старый взгляд Традиционный На это Я люблю телефон Вот Когда телефон указан На сайте Можно позвонить И пообщаться С живым человеком Который Так сказать Рулит темой Это всегда Очень круто Вы можете ему С уровня своих знаний Задать Какие-то вопросы Какие вопросы Нужно задать Для того Чтобы хотя бы Даже на первый раз Понять Что нам могут Предложить И на основе Уже того Что мы взяли Первый раз Сделать свой Дальнейший шаг К тому Чтобы Ну условно говоря Я там больше поверил Этому продавцу И в следующий раз Наверное По его рекомендации Возьму вот это Вот это Вот это Исходя из моих предпочтений Вот какие вопросы Нужно задать Первый раз Для того Чтобы купить Те чаи Которые Вероятнее всего Мне понравятся Ну вопрос На самом деле Не такой простой Не простой Как кажется А мы вообще От простых вопросов Потому что Задавать вопросы Сложные Хорошо Но для того Чтобы задавать Сложные вопросы Нужно само знать На эти вопросы Ответы Вот Примерно Вот Я упрощу Наверное Может быть вопрос К примеру Порекомендуйте мне Три сорта чая Которые я мог бы попить Вот сейчас В данный момент Хотелось бы попить Зеленый Допустим Чай Что бы вы порекомендовали Своего ассортимента Можно какие-то Такие вопросы Поздавать Ну Можно позадавать Можно задавать Соответственно сезоном Вы например Звоните человеку Там в январе Или феврале И хотите купить Зеленый чай Если человек Ну скажем так Адекватный Вот Он либо порекомендует Вам Лунзин Либо какой-то Из поражаемых сортов Чаев плоских Ну например Тот же джуицин Либо какой-то Желтый чай Если он у него есть Но Обязательно скажет О том Что скоро Новый урожай То есть Март Апрель Как бы май Ну в торговле Обычно в мае Чаи В конце апреля Появляются Нового урожая Предложится Возможно Что-то из луна То есть Он может Вас Для вашего же блага И для своей репутации Как бы Отговорить Или перенастроить На какую-то другую Паковку И если он будет Так говорить Это не признак того Что вам что-то Не хотят продавать Или вас не хотят Удовлетворить Ваш интерес А то что человек Очень корректен По отношению к вам И он вам Делает предложение Исходя Из какой-то Объективной Реальности То есть Под вопросом Когда Прибыль и репутация Он Выбирает репутацию И делает так Чтобы прибыль была Ну и вы были Счастливы Как бы и рады От вашей Допустим Какой-то Незапланированной Покупки Которая для вас Станет В данном случае Желанной И запланированной То есть Вот Исходя из сезона Допустим Задать такой вопрос Для этого вопроса Не нужно Обладать Большим Спектром Знаний Потом можно Задать вопрос Ну Как бы Если люди Например Торгуют Шу-пуэром Или вы Интересуете Шу-пуэром И вам Начинают Говорить О каких-то Душераздирающих Возрастах И на этом Акцентировать Внимание Вот Слишком Плотно Вот Либо Употребляют Странные слова Странные слова Это Многолетний Пуэр Например Вот это слово Я вообще Не понимаю Что это такое Когда Вы слышите Такое слово Конечно Нужно Сматывать Людочки Однозначно Но у нас Пуэр Хранился Несколько Десятков лет Мы его достали Да Шу-пуэр Это вообще Великолепно Мы в принципе Ездили по всему Китаю Нашли Но потом К Грозному Заехали Заехали К Грозному Да И так далее То есть Николай Второй Нам Оцыпал Своё время Но тем не менее То есть Нашли Какой-то Совсем Старинный Чаев Это был Шу-пуэр Точно Потому что Мы попробовали Это реально Шу-пуэр Вот мы рекомендуем Вот как Вот так Ну вот я говорю Что в шу-пуэре Возраст имеет значение Но это Вообще В пуэре И в шу Тем более Это не является Величиной Абсолютной То есть Ориентир Основной Должен быть На качество Если человек Постоянно Говорит Как Присказ Как мантру Какую-то Многолетние Многолетние У нас многолетние У нас 25-30 лет Там Ну В 73-м году Первый шу-пуэр Сделан Так К сведению В 1973-м Поэтому ограничения Определенно есть 69-го не покупайте Не покупайте 69-го года Вот И как Надо относиться Осторожно Когда Прямо на сайтах 81-й Там 79-й 94-й Вот эти Года Настолько Это на самом деле Чьи довольно Дорогие И так сложно Их понять Что Как бы За ними Нужно Приезжать Разговаривать Смотреть Чтобы Вас учили Чтобы Вам все Показывали Вообще Шансы Бывают Шансы Есть всегда Насколько Они высоки И вообще Нужно ли За этим Не высоки Вот Ну Об этом Вообще На самом деле О старых Чьях А выдержанных Поговорить Как-то нужно Отдельно Потому что Они уж Слишком Не вписываются Но Всякие Провокационные Вопросы Сейчас еще Поговорим По поводу Шупуэра Можно Например Как бы Попросить Человека Описать Как С его точки Зрения Какой Вкус Имеет Классический Мюнхайский Например Вот Или Допустим Поинтересоваться Что Для человека Значит 2004 Год То есть Если Ну вот Да Такой Ребус Звоните И спрашивайте 2004 Год Для вас Что-то Значит В шупуэрах Или нет То есть Запоминайте Два Вопроса Уже Как бы Были Озвучены Первое Значит Для человека Который Продает Шупуэра 2004 Год Или Ничего Не значит Да И Второй Вопрос Какой У нас Был А Второй Вопрос Ну Просто Описать Вкус Человек Описал Вкус Пуэра Ну В частности Например Мюнхайского Мюнхайский Да Какое На него Производит Впечатление Может быть Даже Вы Никогда Не слышали Что такое Мюнхайский Пуэр Но Можно Задать Такой Вопрос Опишите Пожалуйста Вкус Мюнхайского Пуэра Человек не Плавать Как Он Он Должен Быть Профессионалом Должен Знать Глубоко Должен Знать Такую Цифру 2004 Год Точно Если Он Был Рожден До Этого Времени Да Просто Иногда Бывает Такое Что Продавец Выходит А Родился После 2004 Года Ну 13 Летом Ну Да 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 Меньше Вот И Он В принципе Не в курсе Что Там Происходило Децел 5 баллов Вот Ну Да Бывают Такие Моменты В случае Например Допустим Если Вы Покупаете Зеленый Чай Спросите Там Допустим Когда Он Собран У Человека Как Он Выглядит Если Человек Допустим Продает Крутой Лунзин Он Позиционирует Себя Как Продавец Крутого Лунзина Можно Поинтересоваться На Предмет Того Из Какого Сырья Он Сделан То Самый Самый Вообще Драгоценный Который По стоимости Автомобиля Лунзин Он Вообще Из Одних Маленьких Почек Сделан Чуть Чуть Попроще Но Тоже Классно Почкой Один Лист Еще Чуть Проще Но Тоже Классно Почкой Два Листа Если Допустим Вот Эта Градация Тоже Человек Не Знает Он Как-то Вписать Не Может Свой Лунзин В Какую-то Из Категории И Не Знает Как Назвать Тоже Признак Не Очень Скажем Так Хороший Но В любом Случай С вами Должны Общаться Охотно Отвечать Пошли Совсем В глубокую Плоскость Конкретного Сорта Потому Что Там Есть Еще Ряд Критериев На Которые Стоит Обратить Внимание Для Того Чтобы Выбрать Именно Качественный Хороший Чай Я Тут Кстати Прочитал Один Блог Недавно И В этом Блоге Было Сообщено Что Деревня Дафо Находится В районе Ханжу Хотя Она Находится За Несколько Десяток Километров До Этого Места Это Вообще Не Деревня Из Лунзина По Краину Который Назван По Имени Монастыря Ну Это Уже Совсем Нет Я Просто В голову Если Про Мэнха Еще Можно Запомнить В вопросе То То Что Вы Сейчас Сказали Ум Потенциального Покупателя Отказывается Воспроизводить Повторно Ну Если Только Прослушать Это В записи И Переписать И Начать Задавать Похожие Вопросы Да Ну Опять Просто С вами Должны Общаться Телефон Должен Отвечать Люди Должны Быть Профессиональны И Они Должны Что-то Рекомендовать Что-то Советовать Или Наоборот Даже Вас От чего-то Отговаривают Это Всегда Очень Подкупает Если Это Делается Аргументированно Если Это Как бы Делается Правильно Если Допустим Вам Предлагаются Какие-то Выборы Предлагаются Какие-то Альтернативные Варианты Вас приглашают Там Попить Ча Допустим Хотя При этом Никогда Не должны Отказывать Дистанционной Продаже Если Вы Там Пьете Чай Только Сами С собой Всегда Зачем Вам Куда-то Ездить И С кем-то Чай Пить Вам Должны Достаточно Аргументированно Объяснить Описать Вкус Все Свойства Чая И Дать Если Они Вам Нужны Рекомендации Как Его Заваривать Либо От чего-то Вас Предостеречь Это Тоже Очень Важно Потому Что Есть Определенные Технологии При которой Качество Чая Проявляется И При нарушении Технологии Могут Проявиться Обратные Качества Чая И Вы Получите Негативный Опыт И Будете Естественно Укрек Ваш Не к самому Себе Относить Потому Что Это Всегда Тяжело А Продавцу Потратили День Купили Заварили Чай Давайте Попробуем Подытожить Сегодняшнюю Встречу Потому Что Я думаю Исходя Из того Как у нас Движется Беседа Мы Наверное Часа На три Еще Здесь Засидимся А Соответственно Выдержать Такой Спектр Информации Достаточно Сложно Я думаю Мы Продолжим Как-то В ближайших Беседах Мы Конечно Так Немножечко Опускаем Честно Говоря Уважаем Зрители Планку Того И Той Информации Быть Ближе К вам Да Нет Планку Не опускаем Скажем так Мы Ее В объеме Потенциальный Объем Информации Тонкости Информации Я вот Про это Говорю Поэтому Мы Я думаю Продолжим Там Ближайшие Эфиры Ну Тему Чайной Школы Никто Не отменял Да На сегодня Я думаю Что мы Дали Достаточно Много Информации Которую Нужно Как-то Наверное Осмыслить Воспользоваться Попробовать Ее применить В своей жизни Я думаю Что постепенно Постепенно А может быть У кого-то И семимильными Шагами Вкус В питье Чая То есть В употреблении Его В покупке И В свойствах И характеристиках Будет улучшаться Да Ну По крайней мере Мы на это Очень надеемся Всем спасибо Кто был с нами Всегда пейте Самый лучший чай Тот Которого Вы достойны Который Достойен Вас Как говорил Один наш Великий соотечественник Наслаждайтесь Умеренно Всегда выбирайте Все самое лучшее До новых встреч Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин